Возведение четвертого моста через ОПИ, строительство новых поликлиник, поддержка малого и среднего бизнеса. Реализацию этих и других крупных инвестиционных проектов сегодня обсудил губернатор Андрей Травников и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. Одним из основных вопросов совещания стала годификация региона в рамках механизма государственно-частного партнерства. Одна из возможностей, которые мы сегодня обсуждали, это и возможность реализации проекта по газификации региона, в том числе с применением этого механизма. На наш взгляд, такой подход позволит более интенсивно развивать газотранспортную инфраструктуру и обеспечить увеличение объемов потребления газа, развитие энергетической инфраструктуры. Опыт успешной реализации таких проектов на принципах акционного соглашения говорит о том, что и такие масштабные проекты, как газификация региона, они тоже могут быть реализованы в рамках принципов ГЧП. Новосибирская область плотно взаимодействует с Газпромбанком. Общий портфель совместных проектов свыше 30 миллиардов рублей. Кроме финансирования крупнейших строек, Газпромбанк активно участвует в решении многих задач в сфере информационных технологий. Широкая линейка финансовых продуктов, профессиональная экспертиза, эффективные цифровые решения. В регионе успешно применяются продукты банковского сопровождения, а также сервисы электронной торговой площадки. Газпромбанк в духе времени предлагает современные информационные IT-решения в той же сфере госзаказа и, например, в сфере медицинской аналитики, что сегодня для нас очень актуально. Мы продолжаем развивать, совершенствовать нашу медицинскую информационную систему. Ту дорожную карту в рамках соглашения 2018 года, которую мы согласовали три года назад, можно уже считать исполненной. И у нас такой пакет новых инициатив, что необходимо выйти на новый план тоже на ближайшие трех лет.